Студия «Медиакнига» представляет Саша Соколов «Между собакой и волком» Читает артист Иван Литвинов «Между собакой и волком» Приятелем поросенью Люблю я дружеские враки И дружеский бокал вина Порою той, что названа Пора меж волка и собаки Пушкин Молодой человек был охотник Пастернак Первое. Заятильщина Месяц ясен, за числами не уследишь Год нынешний Гражданину Сидорфа Мечу Пожилых С уважением Занзереллы Ильи Петрикеича Заятильщина Разрешите уже, приступаю Гражданин Пожилых Человек я для данных мест сравнительно посторонний, но поскольку точильщик, постольку точу ножи-ножницы, и спонталык у меня вряд ли, пожалуй, сбить, пусть я с первого взгляда и совершенный культяп. Точу и косы, и топоры, и другой хостовар, но такие подробности только усугубили бы речь. По реченной причине опускаю и события, отзвонивших из колокольни долой лет, лишь настаиваю, что до сего дня вплоть в судимые не попал, даром что обитал в значительных городах. Куковал, где поселят, и запросто за семью по-настоящему не болел, а зарабатывал, прося у публики вспомоществовать по мере сил и возможностей, в чем и раскаиваюсь, избрав для этого артель индивидов имени Д. Заточника. Вы меня извините, конечно, а контора самостоятельная, и пресс-курант имеется налицо. В теплоту все те же ножи, ходим вокруг да около и отходим в отхожие промысла. Наоборот, в морозы обслуживаем население поточки и клепки, по элику с ноября по апрель ежедневно, без выходных, бабылье и уроды, наподобие вашинского корреспондента, звенят и крутятся на зеркале. А как смеркнется, так вы приветствуете их в трехэтажной тошниловке, прозванной с чьей-то заезжей руки Кубаре, но Илью среди них не обрящите. Вам взгрустнется? Что он за мымра такой? Почему не сообразит в себе пару точеных, как у людей? Неужели презирает пошаркать на острых по-гладкому? Ужели гребует кружечкой полезно общественного пивка? Заблуждение от свойственного ни в чем да не отрекусь, и не из тех я точильщиков, которые не вострысут. Пара, правда, нам ни к чему, но один снегурок на близире всегда висит. Что мне за важность, что очутился, к сожалению, ущерблен, ежели по натуре кремнист? Полюбил раскатиться, и не уймешь, было б чем отпихнуться. Дзень раза, гражданин пожилых, дзень раза, и подъелдыкивай, брежи себя под дугой, хоть доволдай пристани. Литье бубенчиков, печенье баранок, отпуск, пеньки, и никто тебе по телю не указ. Разрешите продлить? А вот именно и оно, что отпихнуться в последнее время нечем, как есть. Декабря, в четвертый четверг, читай, в канун, шел я из-за реки, выдвигаясь от некоторого вряд ли вам знакомого погребальщика. Провожали одного одинокого, отбросившего коньки через собственный горделивый азарт. Жил он в мыл, можно сказать, мукомолове, но на отшибе, в ужовниках с примесью ветляка. Был охотник, держал неизменно бормотов, довольно-таки мохноногих, да сомневаюсь, чтоб состоял в переписке с кем-либо, сомнительно. Сам, однако, сновал сухощавый, как то мочало в жары, а звали его, я не припомню как. Гурий, так и звали его, если на то пошло. Из развлечений, означенного Гурия, укажу на следующее. Вот кто обожал пошаркать и раскатиться по гладкому наточенных, которые стали причиной того, что мы клиента утратили, а погребальщики клиента же обрели. Рядом с этим поставлю в известность. В стрелецкие числа, чтоб опасней, зато бодрей, бобыли обоих мелкоплесовских берегов обустраивают состязания на слабеющем льду. Происходит в кромешной темени, предумышленно без небесных светил, и народ фигуряет, кто мудренее суетиться в горелке и в запуске, не зря промоины трещин. Что чревовато? Прикурить насчет покрутиться всем давал такой Николай, парень из утильной в конечном итоге артели. По фамильярному прозванию угодник выступал он по миру как искренний незадачник, и отдельные шутники из завистников ехидствовали над ним, говоря, что затеяливо столь выдрючивается от того, что притерся мыкаться под темным углам, ему, мол, в обычину. Хроника его невезухи, если не возражаете какова. Он, во-первых, изведал семейную мотату, но супруга поладила с волкобоем и сжила угодника долой со двора, во-вторых. И тогда постучался в городнищенский приют для неслышащих, но последние дали отворот-поворот. Учреждение у нас лишь для глухарей, а ты, как видишь, еще и слепак, так что сам понимаешь. Потому этот малый посунулся в незрячий приют. Ничего подобного, переполнен лимит койко-мест. То ли случай, когда б физгармоника собственная была, ошивался б по дебаркадерам и выручку, знай, сдавал бы в общий котел, и мы б тебя за это держали. Николай Угодников, он восстал перед ними во весь свой скрюченный рост и, сердито плача, горючими бельмами закричал, «Стручки вы заморские! Да случись у меня мусикия своя! Разве спрашивал бы я у вас, как же быть?» И следующим этапом явился не запылился в дом заезжих бездомных. Но те вошли в его шкуру любезно, плеснув от души и соблазняли, «Живи-ка, брат, вечно!» А наведалась кому-то из них эта дама и замечает Угодника среди прочих убогих в кругу их. «Что это там у вас между вами невзрачный какой на катке?» «Не беспокойся! Это просто не колка у нас между нами катает себя на катке!» «Вероятно, не так уж худо его обстоятельства, — говорит, — если он лих так оборачивается!» «Нет, — сказали, — оно у него не ахти, табак его обстоятельства, только и остается у тех, что мыслете выделывать!» «Дама же! Нет уж! Вы уж лучше не позволяйте ему здесь чудить, ну, его, неказистого!» И богоделы просили Угодника, «Сделай нам одолжение! Не живи-ка, брат, вечно! А то нарекания!» Ничего не ответил, ведь Слоил ко всему и немым, и отправился из заведения вдали, даже не обернулся. И его пригрела артель по сбору всевозможного утиля. Известили, что нынешний выслугой лет у них не блеснул, но что по пьяному делу маленько погорячился и куда-то такое пропал, да и вряд ли, пожалуй, объявится. Такова, если не возражаете, эта хроника. Возникает, точил ли я ему неточеные, а оказывается, только я один из всего коллектива ему и точил, А остальные сотрудники брезгую воротили нос, несмотря что и сами почули не первой свежести. Точил я и гурию, и крылобылу, и зимарь человеку точил, и всему и телю, понимаете ли, точил. А вот гурий охотник, он по беговой части карьеру жал. Хлебом, бывало, его не корми, дай разлететься по-скользкому. Разлетится он в артельную мастерскую некоторый раз, перепадет, словно бы долгожданный в засуху дождь, забежит под устал, и что нам прикажете делать? Мы сбрасываемся по рублю и считаться. Вышел гурий из тумана, вынул ножик из кармана, стану я тот нож точить, а тебе вина тащить. Если мне, я с печалью, но я готов. Раз хотел уже приторочить к чоботу снегурок, но в это мгновение замечаю, что скучает по Рашпилю. Хвать, а Рашпиль запропастился совсем, либо коллеги его заиграли. Гурий задумался благородно и говорит, что ты ищешь, скажи, я сказал.